Ну, после, вообще, заволновалась и последнее слово, что-то. Ну, ладно. У тебя, да, было, то, которое ты вот это, до этого говорила, очень хорошее было, да. Ну, и ты все равно хорошо сказала. Все равно очень хорошо сказала. Даже Тимур в этом написал по Дамдаре, прямо тоже так хорошо, и твое последнее слово хорошо написал. Ну, да, он же не видеозапись послала, слова нормальные. А видеозапись... Эмма, ты такого не особо... Ты так вчера хорошо сказала, все плакали. Ой, я извиняюсь, что я тебя расстроила, может, из-за этого ты смутилась. Мне кажется, даже не я одна расстроилась. Мне кажется, все... Все слезу упустили, по-моему. Ну, так балдежно, что мне будет 58, и ты все равно будешь про меня говорить. Она была таким хорошим ребенком. Она ходила в садик. Ну, ты правда, действительно, твои сейчас хорошие вещи? Пожалуйста. В машине, что тебе было? Здравствуйте. Здравствуйте. Приговор имени Республики Казахстан. 12.10.2020 года, город Алматы. Районный суд номер 2 Медовского района города Алматы. В составе председательствующего судей Шакирова, при секретаре судебного заседания в Сраилове, с участием государственного обвинителя Поланбаева, потерпевших Тимирханова, Сабалатова, Талдыбаева, Абибулла, Тулигенова, Тургамбек, подсудимый Тулесовой, адвоката, адвоката Утибековой, Уралбай, защитника Жандосовой, переводчика Даукуловой, рассмотрел в открытом судебном заседании, в общем порядке, с применением аудио-видеофиксации, посредством в виде конференции, связей, приложений, зон, уголовное дело, по которому Кулесова, Асия Тазбулатовна, 21 мая, до 1984 года рождения, в Уржанка города Алматы, гражданка республики Казахстан, Казахстан, место жительства, город Алматы, микро-йон Мамыра, дом 27, квартира 19, является руководителем общественного фонда, образование высшее, несостоящее в браке, несудимо, мера пресечения в виде содержания подстражей с 8 июня 2020 года, копия овинительного акта получила своевременно, предана суду по статьям 378, часть 2, 380, части 1 уголовного кодства Республики Казахстан. Результативная часть приговора. Суд руководствует статьями 390, 393, 398, 401, 402, 403, 404, 417, 418, Уголовно-процентальный кодства Республики Казахстан, приговорил Тулешеву Осию Казбулатовну признать виновной в совершении правонарушения, предусмотренной статьями 378, части 2, 380, части 1 уголовного кодства Республики Казахстан, и назначить наказание по статье 378, части 2 уголовного кодства Республики Казахстан, в виде штрафа в размере 20 месячных расчетных показателей, сумме 55560 тенге. По статье 388, части 1 уголовного кодства Республики Казахстан, 1 год 6 месяцев ограничения свободы. В соответствии со статьей 58, части 2 уголовного кодства Республики Казахстан, по совокупности уголовных пронарушений, путем поглощения менее строго наказания более строгим, Тулесовой Осиеда Сбулатовны окончательно назначить 1 год 6 месяцев ограничения свободы. В соответствии со статьей 62, части 3 прим 1, пункта 2 уголовного кодства Республики Казахстан, время содержания под стражей Тулесовой за 6 срок наказания из расчета 1 день за 2 дня отбывания наказания в виде ограничения свободы, то есть с 8 июня 2020 года по 12 августа, 2020 года установить в отношении осужденной Тулесовой пробационный контроль и возложить на нее исполнение обязанностей, не менять постоянное место жительства и работы без уведомления специализированного органа, то есть службы пробации по месту ее жительства, не выезжать в другие местности без разрешения названного специализированного органа, а обязать Тулесову в течение 10 суток после вступления силой явиться в службу пробации для поставки на учет, разъяснить Тулесовой, что в случае злостного уклонения от отбывания ограничения свободы, то неотбытый срок заменяется лишением свободы из расчета 1 день лишения свободы за 1 день ограничения свободы. Ограничения свободы отбываются по месту жительства осужденной без изоляции от общества. Есть честные доказательства, компакт в 10 количестве двух штук оставить и хранить при материале уголовного дела. Взыскать с Тулесовой оси Тазбулатовной прописательные издержки дохода государства в сумме 840 тенге 50 тенге за проведенную экспертизу. Взыскать с Тулесовой оси Тазбулатовной в пользу фонда компенсации потерпевшим сумму в размере 41 670 тенге меры просечения Тулесовой в виде содержания под стражей изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении и освободить ее немедленно из учреждения ВАЗ-153-18 департамента уголовной исполнительной системы города Алматы. После вступления приговора в законную силу данную меру отменить. Приговор может быть обжалован и прокурором подано апелляционное ходатайство в Алматынский городской суд через районный суд номер 2 Мадеусского района города Алматы в течение 15 суток со дня провозглашения судья Шакиров. Суд разъясняет данный приговор. Вина подсудимого Тулесовой по предъявленному ей обвинению доказывается показанием потерпевшим, а также в совокупности материалами уголовного дела, а именно протоколом выявления у специалиста оперативно-коммунистического управления департамента полиции города Алматы Гончарова. Компакт диска записи участия Тулесовой при проведении санксерийного митинга 6 июня 2020 года, который был признан как вещественное доказательство приобщен к материалам уголовного дела. Заключение специалиста номер 38-16, а 21 июля 2020 года, где в выводах указано высказывание «гад» и «тыгад», «мерзкие менты» в контексте употребления выражают негативную обобщенную оценку личности, характеризуются как ненормативные, инвективные, то есть бранные, направленные на унижение чести и достоинства личности адресанта. Употребление данных высказываний, представленных коммунитивной ситуацией, противоречит нормам общества и носит оскорбительный характер в отношении чести и достоинства личности. Судей Института судебной экспертизы города Алматы Ван Кулок поддержал данное заключение. В ходе судебного заседания был просмотрен диск вместо совершения правонарушения подсудимой Тулесовой, имеющее место 6 июня 2020 года, где в действительности установлено, что она, применяя насилие, не опасное для жизни и здоровья в отношении представителей власти, то есть сотрудников полиции, публично оскорбила них при исполнении им своих обязанностей. Потерпевшие Тимиханов, Сабалаков, Талдыбаев, Абигулак, Тулегенов судья подтвердили, что сказанное подсудимой Тулесовой слово «гад» и «ты, гад», никто из вас не достоин носить форму «мерзкие-мерзкие менты», они считают оскорбительными и относятся к каждому из них. Судом действий подсудимой Тулесовой квалифицированной по статье 188 части 2 уголовного ввода Республики Казахстан публичное оскорбление представителя власти при исполнении власти и по статье 188 части 1 уголовного ввода Республики Казахстан применение не опасных для жизни и здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением им своих служебных обязанностей. Подсудимая! Да, уважаемый суд. Можно я, пожалуйста, своими словами расскажу, что правильно ли я поняла? Давайте я вам еще раз поприню. Ну, мне нужно, чтобы понять, я точно, правильно ли я поняла, что ее наказание это полтора года... Минуточку. Подсудимая Тулесова, пожалуйста, не перебивайте суд. Суд признал вас виновным в совершении правонарушения предусмотренной статьей 378 части 1 уголовного ввода Республики Казахстан и назначил вам наказание по статье 378 части 1 уголовного ввода в виде штрафа в размере 20 местных в расчетных показателей в сумме 55560 кг. по статье 388 части 1 уголовного ввода в 1 год 6 месяцев в лишении свободы. И по статье 58 части 2 уголовного ввода по свободности уголовных правонарушений путем поглощения менее строгого наказания более строгим вам назначено окончательно 1 год 6 месяцев в ограничении свободы с установлением правонарушения контроля. Вам ясно, Тулесова? Да, ясно. На этом судебное заседание окончено. Для сведения суд сообщает, что мной будет проведено онлайн-принцип сегодня в 11 часов. Все, до свидания. Уважаемый суд, уважаемый суд, уважаемый секретарь, уважаемый секретарь, вы когда направите в следственный изолятор? Сейчас направим. Что я не расслышал, простите? Сейчас направим, сейчас. Сейчас направите? Они оставляют на ночь людей. А можно меня сегодня выпустить, если можно? Сегодня до 6 часов нужно получить, чтобы они успели меня выпустить. Я отпустил вас до 6 часов. Вы точно знаете, что меня сегодня отпустят? Вас сегодня отпустят. Субтитры сделал DimaTorzok